И еще одна новость в завершении. В Кишиневе в эти выходные отметили День Европы. В субботу в центре столицы открылся европейский городок, в котором посетители могли ознакомиться с европейской культурой, кухней и, не в последнюю очередь, с проектами, которые ЕС финансирует в Молдове. К празднованию Дня Европы присоединилась и наша съемочная группа. День Европы – ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского Союза и Совета Европы. Отмечать его в Молдове стало уже доброй традицией. В этом году по случаю праздника в Центральном парке столицы на неделю открылся европейский городок. Президент Молдовы и другие официальные лица благодарили Евросоюз за его поддержку. Впрочем, в самой делегации ЕС отмечают, говорить о достижениях Брюсселя в нашей стране некорректно. Ни одного реформа в Республике Молдова не будет достижением или эшеком Европейского Союза. Потому что мы можем только помочь, мы можем только дать экспертизу и мы можем только дать помощь. Но политическая воля для реформы надо найти внутри Республики Молдова. А политическая воля еще нужна по меньшей мере для реформы судебной системы. В Евросоюзе остаются сомнения насчет ее независимости в Молдове. Да и среди общества пока нет единого мнения о том, где Молдове будет лучше. Никто не сделал столько, сколько Евросоюз. Он во всем нам помогает. Мы были в Европе, видели, как живут там. С Молдовой нет никакого сравнения, поэтому нам нужно идти по европейскому пути. Я за Европейский Союз, за нашу интеграцию. Первый шаг – это ликвидация виз. Сейчас ездить гораздо проще. Я сам с юга Молдавии, с Гагаузии. В России очень много делает для Гагаузии. Помогает. И только таможенный союз нам поможет. Но точно Европейский Союз. Мне лично нет разницы. Я хочу, чтобы наш народ дружил и с россиянами, и с Европой, и чтобы больше уделяли молодежи. Впрочем, День Европы – праздник совсем не политический. В европейском городке всежелающие могли познакомиться с европейской культурой и даже подучить один из европейских языков. Также по случаю праздника всежелающие смогли отведать традиционные блюда, приготовленные посольствами европейских государств, или просто послушать концерт. Праздник продлится всю неделю. В парке Штефана Чалмаре будут показывать европейские фильмы.